Чарльз Кит Маккой, урожденный Норман Селби, родился 13 октября 1872 года, в городе Москоу, Индиана, США был боксером и ранним голливудским актером. Он завоевал вакантный титул чемпиона мира в среднем весе, когда одержал досадную победу над Томми Райаном. Карьера Маккоя была не менее яркой за пределами ринга. Он был женат 10 раз, выступал в театре и уехал на запад, в Калифорнию, когда там зародилась киноиндустрия. Он снимался в фильмах, в том числе в сцене боя Уоллеса Рида в фильме 1922 года «Чемпион мира». Маккой также дружил со многими кинозвездами того времени, включая Чарльза Чаплина и режиссера Д. У. Гриффит, снявший в 1919 году немой фильм «Сломанные цветы», второй фильм «Селби» в качестве актера. К сожалению, к началу 1920-х Маккой был беден, пристрастился к алкоголю и ушел из киноиндустрии. Однако в это время Маккой был вовлечен в роман с богатой замужней женщиной, Терезой Морс. Видимо, он сбил ее с ног, потому что она подала на развод со своим мужем. Развод Морса был ожесточенным и тянулся до тех пор, пока она не была убита в квартире, которую она делила с Маккой на 2819 подветренное «Блок-212» выстрелом в голову 12 августа 1924 года. Следующий утром растрепанный Маккой ограбил и держал в плену около 12 человек в антикварном магазине «Миссис Морс» и выстрелил одному мужчине, пытавшемуся бежать, в ногу. Он также заставил как минимум шестерых мужчин снять блюки после того, как лишил их денег. Маккой был задержан, и обвинен в убийстве Миссис Морс. Суд над ним проходил в центре Лос-Анджелеса и стал событием для СМИ того времени. Маккой утверждал, что Миссис Морс покончила жизнь самоубийством, в то время как обвинение утверждало, что он убил ее ради финансовой выгоды. Маккой свидетельствовал в свою защиту и, по-видимому, устроил настоящее шоу, демонстрируя Миссис Морс последние минуты. Утверждая, что он пытался отобрать у нее нож, Маккой и его адвокат фактически боролись и катались по полу зала суда в пользу присяжных, прессы и зрителей зала суда. После того, как Миссис Морс якобы покончила жизнь самоубийством, Маккой заявил, что потерял сознание и больше ничего не может вспомнить, включая участие в безумном преступлении на следующее утро. Дагмар Дальгрен была восьмой женой Маккой. Дальгрен и Маккой прожили вместе три дня. Дальгрен оспорил одно из алиби Маккой во время суда. В частности, она отрицала своему адвокату, что видела его за два года до смерти Морса. Судя по всему, присяжные разделились между убийством первой степени и оправданием. Считается, что это был компромиссный вердикт Маккой был признан виновным в непредумышленном убийстве. Маккой был отправлен в Сан-Квентин, но был освобожден условно-досрочно из тюрьмы в 1932 году. После этого он работал в Форт Мотор Кампани Чаррис Кит Маккой и умер 18 апреля 1940 года в городе Детройт, Мичиган.